50 лет – только начало, да? Особенно, когда живешь сразу несколькими жизнями. Стремишься к своим целям и наблюдаешь за карьерами любимых сыновей. Переживаешь, радуешься, поддерживаешь. Дмитрий Копленко когда-то и сам играл. Набрал из 40 матчей высшей лиги, но потом приоритеты сменились. Но для начала про такой значимый юбилей. Все прошло на высшем уровне. Как бы это самое, порадовались, что приехали дети. Кирилл за первый раз, за 10 лет приехал. Так что все прошло супер. Он вот после сбора в Турции сделал мне сюрприз такой. Прилетел это самое, прямо на день рождения. Ну, короче, очень порадовались. Так все же, при таких талантливых сыновьях, почему сами не продолжили играть в свое время? Очень сложное. И знаете, как это самое говорится, я мечтал стать футболистом тоже. Но, блин, так это самое получилось, что играл, и я начинал молодечно. Все это самое хорошо было. Потом попал в Шахтерство Легорский. Мне сделали там армию в Бобруйске. И потом с Бобруйского попал в Маленскую Искру. И оттуда уже это самое с Искры, уже там отыграл два года, армию отслужил и вернулся сюда, в Реческий Ведрич. Ну, с Ведрича сколько там, полтора года, наверное, 95-й, 96-й поиграл и вернулся молодечно. Ну, тогда вы же знаете, какие были зарплаты. 5 долларов, зарплата 5 долларов премиальная. Ну, вот. А тут подвернулась хорошая работа. И я уже тогда, и Никита родился в 95-м году. И подвернулась работа. И я думаю, ну, пойду, предложили больше денег, и все. И я ушел с футбола. Ну, вот, трудно далось, конечно, но я поставил цель все свои мысли и пожелания воплотить в детях. Ну, и начал вот заниматься ими. Если уж мы приехали к Дмитрию Васильевичу, значит, задача выполнена и Никита, и Кирилл в белорусском футболе. Фигуры известные, во многом благодаря отцу. При Гуренке тренере, они начали тренироваться на Дориде, я покупал для старшего сына, для Никиты, вот так, ну, тоже треногово покупал. И ввели запрет на посещение стадиона. И я залазил с другой стороны стадиона, с Доридой, ну, вы знаете, там, где забор. Ставил эту самую лестницу и снимал тренировки каждой. И потом дома и игры, и тренировки, и дома разбирали с Никитой. Никита большую часть карьеры отдал Динамо, но были годы, когда награды становились более эмоциональными. Васильевич, вот эта майка, это с бронзой, я так понимаю, Никита. Да, 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 бронзой. Одна из самых, наверное, тяжелых медалей, очень тяжелая борьба на этом сезоне. Да. Расскажите нам, пожалуйста, историю этой майки, как тот сезон Никите удался? Ой, тот сезон вообще такой был, насыщенный на все, они шли, ноздря-ноздрю, там, там, они занимались и пятое место, и все. Я говорю, не переживай. Говорю, самый решающий матч, когда вот они бились в Витебске, и когда, и когда это самое, там, там, на последних минутах забили. Мы 3-2 выиграли, это было для нас, мы тут с женой, когда смотрели, там, ну, вообще, там, так, плясали, орали, просто, просто, на полуцеремне было слышно, что с бронзой первое, это самое, ну, вообще, это незабываемое впечатление, конечно. При этом, где бы ни находился Никита, поддержка отца всегда рядом, будь то качели в Динамо, ситуация с Шахтером или вояж в Волгарь. Ну, знаете, мы так, как-то он подписал контракт, еще подписывали контракт, ноябрь месяц был еще, это самое, и, ну, никто ничего не знал вообще, а потом, как снег на голову, бац, ну, это вот решение, все это, ну, я ему сказал, что-то не опускай рук, это самое, давай работай, что, старайся, чтобы, это самое, Шахтер не вылетел. Самое главное, чтобы вот этот чемпионат, вот, который начинается, вот, скоро уже, чтобы он провел на хорошем уровне, и вот эти 20 очков, как он говорит, пап, может, уберут, может, не уберут, ну, как бы, это самое, надеюсь, что уберут. А вот у Кирилла история еще более интересная, ведь ему судьба подбросила школу Краснодара. Предыстория, там еще это самое, Никиту тоже хотели в локомотив московский забрать на просмотр в академию локомотива, и мы с женой решили, что он еще рано ему, ну, как бы, первый старший ребенок, и очень было жалко отпускать в 13 лет, и мы его не отпустили. Но уже, когда Кирилл подтянулся здесь, это самое, уже начал Динамо играть, мы, как бы, ну, не видели здесь, это самое, так, перед ним роста. Очень хотелось, ну, как бы, он выделялся, все это самое, но хотелось расти. Ну, а здесь такие, не буду говорить, там тренера такие в Динамо были, которые не видели в нем футболиста, и говорили, мы там найдем по всей Белоруссии на твое место еще там одного-двух. Ну, окей, и вот мы решили тогда это самое, а здесь, как получилось, что Ермакович, Саша, ну, мы тоже это самое, дружили с ним, это самое, дружим до сих пор, отдает своего, это самого, в Краснодар, Кирилла. Ну, и все, и мы так думаем, как нам, что нам делать, ну, мы просим его, чтобы он нам помог переехать в БАТЭ, потому что тогда можно было ребенка забирать, никаких не было необязательств, ничего. Мы переводим его в БАТЭ к Шинко, Виталию, тренеру, он там полгода, ну, отыгрывает, все, и потом Витя Гончаренко нам помог найти в Краснодаре Папян такой, футболист был бывший в Краснодаре, все, и мы решили, повезем его на просмотр в Краснодар. Чуть позже будет история с российским гражданством, которое было нелегко оформить, потом сборы с «Зенитом», «Манчини», медали ФНЛ и элита российского футбола. Вот он, результат формулы врожденного таланта под просмотром мотивированного отца. Знаете, когда что-нибудь ему пообещают, там, сынок, куплю конфет или что-нибудь, шоколадку, набьешь сто раз, он чеканил два часа, потом набьешь пятьсот раз, он опять лупил, потом набьешь ты еще, все, папа, давай еще. Я вот сидел на лавочке и считал, как он дает, набивал все, и я думал, что все равно, потому что я видел по играм, когда он играл, что у него совсем другое мышление, и как бы и тренеры Краснодара это заметили, когда они оставили его в Академии. Теперь Кирилл один из основных игроков национальной сборной. При Карлосе Алосе его роль на поле практически не изменилась. Настоящий бокс-тубокс, который умеет все. А атмосфера? Все поменялось, поменялась дисциплина, но я ничего не могу сказать о Юрии Петровиче, это очень хороший специалист, и как бы мне очень нравилось, как он тренирует, я тоже самое ходил к ним на предыгровые, когда они приезжали за сборную, когда Кирилл приезжал. Ну, а с Алосом уже все началось по-другому, уже все дисциплина, как Кирилл говорит, все, пап, меня уже не отпустят там на полчасика домой забежать. Ну, я очень надеюсь, что наша сборная вот в этих осенних матчах хотя бы, ну, не вижу там никаких препятствий, чтобы они заняли первое место, потому что группа проходимая, и очень хочется, чтобы уже хоть что-то, как наши пляжники, и наши футболисты, которые играют на траве, чтобы они, ну, что-то выиграли. Дмитрий Васильевич – настоящий фанат футбола. Не мудрено, с такой футбольной преемственностью этого стоило ожидать. У меня очень много, я в Инстаграме, в Телеграме, у меня Первая лига, Молбет, все новости читаю, все, что происходит в Белоруссии, все, что в России. Первая лига, в Премьер-лиге, все переходы, все Гурцкая, там те самые Карповы, Ванны, все, ну, в общем, всю информацию отслеживаю. И Никита, и Кирилл еще многое скажут в этом виде спорта, но у их отца наверняка есть какая-то планка, которую он ставит для парней, и которую они раз за разом преодолевают. Ой, ну я мечтал, чтобы он сыграл за сборную, все, мечта существовала. Сейчас мечтаю, чтобы Никита сыграл за сборную, ну, хоть, хоть бы там пару матчей, ну, так получится, если получится много, то дай бог. Ну, Кириллу я просто это самое, я всегда говорю, сынок, не останавливайся, не достигнуй, иди вперед. И я говорю, ты уже побывал во всех городах, только не был еще в столице, в Москве. Так что вот у меня только одна мечта, чтобы он попал в какой-нибудь клуб московский. ЦСКА, Спартак, Динамо, кто знает, Марсел Личко уже намекал на такой переход. А может, сразу в Европу? Субтитры сделал DimaTorzok